2017 год. Улан-Удэ. Улица Черешковой, 19. Голливудские продюсеры посчитали бы за удачу, найдя это место. Лучшие натуры для фильма про апокалипсис и не найти. А вот и главные герои фильма. Они уже давно научились жить в экстремальных условиях. Мзиса Робертовна, не стесняясь в выражениях, называет свой дом настоящей лачугой. Жизнь Мзисы и десятков ее соседей, ставших невольными пленниками этого дома, настолько критична, что они готовы бросить все и убежать, уехать куда угодно, но ни денег, ни возможностей пока нет. Я женщина, видите, грузная. Это вообще кошмар какой-то. Особенно, когда по лестнице спускаешься, боишься. У нас вот я сама лично проваливалась, потому что пол там уже весь и шорканный, старый. Дряблый и прогнивший пол – это еще малая часть проблем. Над домом нависла настоящая угроза. Бомба замедленного действия, открытая электропроводка. В некоторых местах она уже горела и покрылась слоем сажи. Пожары практически стали нормой. За какой-то период мы живем здесь. Три раза пожар был у нас. До этого еще было, говорят. А мы уже 12 лет живем. Но дети наши, внуки здесь нас бегают вообще невозможно. А ремонт здесь ни разу не делали? Ремонт, как я живу, здесь живу вообще ни разу никогда. А печку, говорят, как построили этот дом. Так и стоят. Что не дом, то улица. Если за окном ветер, дождь или снег, то в проклятом доме точно такая же картина. К примеру, у Людмилы Константиновны. Это еще одна героиня страшного фильма. На потолке пять протечек. Во времени погоды дело доходит вплоть до мокрой постели. Это и есть признаки апокалипсиса. И они видны невооруженным глазом. В 2013 году я оформляла документы на снос дома. Что в нем невозможно проживать. Вот даже на втором этаже, там у женщины со второго этажа, буквально на первой, даже видно дырка такая страшная. Жители не раз писали жалобы. Но их и слышать не хотят. Главный защитник дома в лице управляющей компании бросил их на произвол судьбы. И, как утверждает гендиректор фонда развития Улан-Удэ, этот дом фактически никому не нужен. Пока что по срокам я не могу сказать. У нас стадия поиска инвесторов. И после того, как у нас уже вот эти предварительные работы будут проведены, мы уже начнем конкурсную процедуру. Потому что включать мы, конечно, на основе конкурса будем. Будет ли в этой истории традиционный голливудский хэппи-энд? Или это будет фильм с трагическим финалом в духе авангардских европейских картин? Покажет время. Будем наблюдать, а героям остается пока жить. Вернее, выживать в этих суровых реалиях. Мариам Восконян, Евгений Жамцуев, телекомпания АТВ.